Шоу за стеклом, аналог западного Большого Брата, стало символом российского реалити. Успев вовремя закончиться, не приестся, как Дом-2. В свое время программа вызывала массу споров, критики и поддержки. Посмотреть на людей, живущих в стеклянном доме, приходили толпы людей. А телеаудитория составила 40%. Огромная для тогдашнего ТВ цифра. Маргарита Семякина, она же Марго, вышла замуж за другого участника шоу Максима Косымова. Но затем пара рассталась. Марго какое-то время оставалась в поле зрения прессы, снималась для журналов и пыталась проявить себя на актерском поприще. А сейчас руководит фольклорной этностудией. Участие в реалити-проекты считает ошибкой, которая до сих пор сказывается на репутации. Чего не скажешь о Виктории Бонне. Девушка за свою репутацию ничуть не опасается. Она приехала покорять столицу из Читинской области в 16 лет. Участвовала в конкурсе красоты «Мисс Земля», а затем попала на проект «Дом-2». Через год одна из самых красивых женщин Москвы, как окрестил Вику журнал «Тайм-аут», покинула реалити-шоу и появилась на телевидении уже в роли ведущей актрисы. Виктория успела подарить дочь-миллионеру Александру Смерфиту и ведет один из самых популярных российских инстаграм-аккаунтов. От спорного реалити-шоу до двух миллионов подписчиков прошло чуть менее 10 лет. Гребенщиков прославился на фабрике звезд тем, что не вступал ни с кем в коалиции, держался особняком и не пожелал войти в состав бойс-бенда. После проекта ушел на радио, затем стал телеведущим, но музыку не забросил, выпустив три сольных альбома. В настоящий момент музыкальный креативный продюсер в мастерской эстрадного искусства для детей и юношества Пугачевой «Рецитал-клуб». Круто он попал на ТВ. Фондю любит тебя, всегда в подружке, такие сладкие, все в карамеле, держись в руках, я еле-еле. Продолжение следует...